Здравствуйте! Реальные зарплаты населения снижаются быстрее, чем предсказывали аналитики. По данным Росстата, за год падение составило 9,2%. Статистика показала снижение на 20-30% больше, чем ожидали эксперты. По словам экономиста Лилии Овчаровой из Высшей школы экономики, у которой взял интервью коммерсант, падение зарплат на 9-10%, которое мы сейчас видим, до этого происходило в России только в кризис 90-х. И пока нет оснований предполагать, что оно скоро прекратится. Зарплаты сейчас замораживают или снижают новые рабочие места, при этом не создаются, а уровень инфляции продолжает оставаться высоким. Падение реальных располагаемых доходов населения в ближайшее время также должно ускориться, пока его смягчают запасы валюты россиян. Однако, скорее всего, все эти деньги будут потрачены на летний отдых. Роспотребнадзор и Росаккредитация объявили войну безлактозному сыру. Ведомства закрывают лаборатории, которые пропускали импортный якобы безлактозный сыр, а саму продукцию отзывают из розницы из-за подложных деклараций. По данным газеты «Известия», сейчас временно закрыты 22 из 24 учреждений. Их обвиняют в том, что они признавали безлактозными и диетическими обычные сыры, в том числе из Европы. Таким образом, производители и импортеры имели и активно использовали лазейку для обхода эмбарго. Всем нарушителям вынесены предписания. По данным «Известий», сеть «Метро Кашентхэри» уже добровольно сдала 18 тонн безлактозного сыра, поставленного по подложным декларациям. Долги свинокомплекса «Пермский» заберет себе омская компания. Как пишет коммерсант Приками, агрохолдинг «Синергия» выкупил полумиллиардный долг свинокомплекса у кипрского офшора «Калкфельд Холдингс Лимитед». Гендиректор «Пермского» Вальтер Барио сообщил изданию, что слышал о состоявшейся сделке и добавил. Переуступка долга, безусловно, пойдет на пользу. Мы не будем платить кредиты и бешеные проценты по ним, что позволит направить дополнительные средства на развитие комплекса. Свинокомплекс «Пермский» находится в поселке Майский Краснокамского района, предприятие крупнейший производитель свинины в регионе. С 2014 года вторая очередь свинокомплекса находится в аренде у омской «Синергии» и приносит ей прибыль. После выкупа долга «Синергия» планируют заключить с краевыми властями договор аренды на первую очередь. По заявлениям представителей компании, в планах серьезно заниматься развитием Пермского свинокомплекса. Из Перми можно будет напрямую лететь в Ереван. Авиакомпания «Ред Винкс» получила допуск Росавиации на осуществление полетов по этому маршруту. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на лайнере Ту-204. В расписании Пермского аэропорта пока билетов по данному направлению нет. Курсы валют на 21 августа. На этом у меня все. Удачи в делах.